всем привет друзья товарищи вы на канале покемоша лайф и сегодняшний ролик из серии долгожданных наконец-то друзья мы дождались модели электровоза чс-4t от мадимео ура товарищи и сегодня мы должны распаковать обозреть и оценить наши постоянные зрители помнят что некоторое время назад мы обозревали вот такую модель электровоза серии vl 60k а также вот такого тепловоза серии чмо 3 а третьим номером нашей программы должен быть уважаемый электровоз серии чс-4t вот такая коробочка сегодня мы ее получили и давайте обозреем даже не знаю что там находится что откупорим кубышку так вот она прекрасная упаковка чтоб модель то не помялась пока ее везут сейчас ребята сейчас так 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 я уже он вижу там уголок мадимео издательский дом мадимео чеха точно смотрите ребята чеха вот она чеха вот такая коробочка давайте откроем пакет и достаем так в комплекте у нас вот это прекрасная модель электровоза серии чс-4t и конечно же журнал вот журнал тоже вставка такая картонная картон кстати хорошие можно использовать для моделизма так это сюда картоночку купе работам открытка тихо не будем спойлерить открытка пока сюда вот наш комплект журлик и сам электровоз масштаб 1 к 87 номер 3 давайте как обычно начнем обзор сначала журнала а потом уже сам электровоз итак журнал чс-4t наши поезда от издательского дома мадимео кстати буковку т уже поставили если вы помните в предыдущем журнале когда мы обозревали чмо 3 в конце мы обратили внимание что на электровозе отсутствует буква т ну какие-то злые фермеры сняли ее на сувениры и что же вот она уже появилась то есть у них совеста взыграла нее принесли обратно понимаете и прикрутили на электровоз теперь вот катается чс-4t 440 картинка 572 электровозик это не походу цепляется что ли в виде машинист помощник вышел там отцеплять собрался частный рассказ давай на цепочку следующая страница лучший локомотив эпохи видите когда же говорят 73 год чехи сборочном цеху завода skoda видно что машина ранее потому что нет ребер жесткости и вам даже смотрите где крыша над кабиной здесь нет водосточных желобков чс-4 считался одним из самых эстетически привлекательных локомотивов в мире ну да пожалуй 662 это уже поздней видите у него же фонари круглые линзованные опять 572 только не походу же отцепились вон машинист уже здесь помощника нету тут вот видите они отцеплялись народу смотрите вот 572 и уже все отцепились подождите вагончики то разные здесь вот видите безреберный вагон себе это две разные фотки один и тот же электровоз надо же как классно вагоны другие мощность лошадиных силах ладно обычно в киловаттах ну пусть и в лошадях технические характеристики вот картинка кабины машина уже клубная видно большенький номер потому что три кнопочки здесь стоят электровоз оборудован у совпы автоведения вот этот пульт автоведения блокировка в 267 куда и прикрутили еще электровоз с аутом он приставка сам то есть 440 вывод буковка это видишь все правильно где мило вот видите ребята как здесь классно они придумали ну это и с автомобилями то же самое то есть вот на развороте прекрасная картинка да на развороте тоже прекрасная картинка и так можно сделать целую галерею таких работ если все их в рамки там под стекло вообще будет топчик похоже приехали помощник он видишь сумку собирает уже и вот каждому журналу идет такая вкладка еще дополнительная открытка красивая наша поезда мне кажется открыткой более интересно даже вот она ведь такая более дымчатой под старину сделано лучше смотрится открытка рабочие можно писать куда кому чему почему все пи тот же электровозик а на открытке буковки т нет видите опять фермеры буквы скрутили да что ж такое то ладно двигаемся дальше вот 399 я не ездил это пукиров скорее всего ну да да пукиров там столовку так идешь потом да пукиров смотрите еще пульт в правильном окрасе такого бледно-желтому даже ближе к бежевому тут похоже на объясняю по схеме но это схема цепи управления вон пум шкода сзади 850 блок защит кстати вот еще смотрите радиостанции старомодный жер этот пепельница была даже такая здесь классная фоточка она эту третья часть журнала тихий городок вокзал бой не зря его сделали здесь включили в этот номер потому что как раз чехи катаются именно там тоже очередная заметка от алексея вульфова а эта картинка станция нижний новгород московский еще в те годы давние так а здесь что у нас это как оформить подписку можно по qr-коду и вот смотрите значит разные условия подписки а это статус у тебя будет свари пассажир проводник или машинист если ты машине значит у тебя какие бонусы стака этот подстаканник с 10 выпуском будет дариться еще папка для хранения журнала но она правда везде будет а вот тут видишь здесь 2000 но без рубля и здесь 2000 а здесь 1800 то есть на 200 рублей будет дешевле если ты оформляешь сразу 10 выпусков предоплату делаешь рельса подставка под модель в подарок спойлер следующего журнала провозик серии овечка 324 собери всю коллекцию отлично просто здорово давайте теперь посмотрим саму модель я здесь уже срезал чтобы можно было легко открыть откупорим кубышку понимаешь вот как она тут все сделано то достаем эту модель прекрасную тяжеленькая как это пока в сторону берем ну что друзья давайте посмотрим на нее слушай ну вот первое впечатление я вообще восхищение у меня в руках модель чс 4t фабричная офигеть просто топчик давайте начнем осмотр модели и как обычно начнем с крыши прожектор классно так же как и обычного моде мио традиционно выполнен отдельной деталью вот это стеклашко вставляется с уплотнителем вот там имитации лампочки вот они лючки для песка песочные бункера здесь стоят сымитированы настилы пешеходные для персонала и тифон тифон на чехах очень хорошо обслуживать потому что здесь свободном доступе ничего не мешает но на маленьких номерах и на средних на больших он уже был снизу на 600 как 700 как это как по мне было хуже главный резервуар воздушный по 250 литров каждой видно что машина уже большенькая потому что вот этот кожух он не скругленный а вот так вот под углом виде фаски 45 градусов с ребрами жесткости вот эти ребрышки здесь типа поручни сымитирован на резервуаре здесь имеется такая бирочка металлическая прикрученные вот они ребята из модемео даже сымитировали эту бирочку ой молодцы какие трубопроводы смотрите воздушные трубопроводы здесь вот они так две штуки идут все правильно туда же подыгры подогревалку сделали вот типа такой обогрев главных резервуаров вот этот элемент фига себе топчик слушай резервуар вообще замечательные здесь вот эта часть крыши она вообще такой съемный вот эта часть крыши и вот по бокам здесь жалюзи для лиостатного тормоза тут вентилятор стоит большой и резисторы для лиостатного тормоза тормозные они нагреваются здесь воздух заходит с этой стороны отсюда идет выхлоп воздуха вот здесь вот и вот обратите внимание что чехи как сделать для выхлопа горячего воздуха они вот эти жалюзи вот так наклонились сюда чтобы он вверх шел то есть не так вот сюда например а вверх например высокая платформа там пассажиры стоят летом тут три остатно тормозит за горы и этим горячим воздухом чтобы пассажиров то не обжигать вот чехи видишь такой наклон предусмотрели вот здесь вот тоже эти лючки для обслуживания вентилятора и так далее причем на лючках здесь вот имеется петь я здесь он держалки на там шпилька такая с барашком или там гайками или крепится они так вот откидываются и обслуживаются тоже только приемники только приемник 2 sls 1 просто классные рога очень легко обслуживаться очень хорошо дворяда угольных вставок у здесь показано тоже на полозе смотрите вот они укосины но здесь желтый у нас вот желтым их не красили но где как в разных дипо по-разному вот у чехов тоже особенность у них имеется такой пневматический цилиндр подъема тока приемника дальше такой шток с изолятором когда воздух подается то преодолевается действие вот этих опускающих пружин и рог поднимается здесь вот смотрите синхронизирующая тяга показана изоляторы кстати вот изолятор здесь без имитации тарелок вот как например видите на ноговые тарелки есть а здесь учет о них не сделали может было бы тарелочки нарисовать здесь ну ладно здесь вот смотрите показан дроссель помеха подавления чем что интересно на некоторых электровозах было два изолятора вот как здесь показано 2 а на некоторых машинах было даже три изолятором в трех точках крепился но от дросселя только ведущая шли найдет уже как разденителем высоковольт на две штуки здесь вот еще этот кронштейна земляной когда их выключаешь этот нож сюда переводится как кронштейну это тоже сюда переводится вот его можно было бы тоже поставить но это ладно мелочи ну и главный выключатель гв интересно что мадимео в этот раз решил изолятор разного цвета сделать и серые и красные ну что гв классно сделано здесь вот уже заземлящий кронштейн показан вот этот нож поворотный изолятор вот этот горизонтальный изолятор с другогасительной камерой и вот здесь еще имеется такая тоже камерка и в ней отверстие закрытое стеклом и здесь плещется масло понимаете и вот сюда надо смотреть когда делать что у 1 или этого 2 если стеклышко разбито то масло там соответственно отсутствует вытекает и все такое и короче электровоз нельзя под провод ставить от контакта нет один раз такой случай был вообще крыши на чехах мне кажется самый удобный на чес 4t потому что она ровная и не надо нигде тут ничего перешагивать то есть ты спокойно идешь ни за что не задеваешь к этому токоприемнику к этому подошел в отличие от того же в 80 где-то надо между резервуарами протискиваться главными а здесь вот видишь пожалуйста в целом есть вот оценивать крышу очень здорово очень классно выполнены только приемники резервуары главный включатель это классно переходим к кузову ну во первых все окна имеют такие уплотнитель имитации даже на дверях даже эти боковые стекла и сама кабинка также отдельной деталью сделаны буферные фонари и более того на фонарях имеется он имитация болтов две точки видите а здесь имитация петель потому что можно так открутить его откинуть эту крышечку и там уже поменять две лампочки поручень смотрите он отдельной деталью тоже вот с прорезью подножка тоже то это с прорезью сделано смотрите как отдельной деталью вот она очень удобный когда окна мыть на нее поднимаешься гораздо удобнее стоять чем на том же вл-80 где просто такой буртик небольшой сделан настолько там стрёмно здесь вот видишь как культурно дворники молодцы модемеус смотрите они кабину сделали немножко имеется сидухи имеется пульт машиниста и вот где манометры они в три ряда на чехах такая вот панель манометров она высокая и и даже снаружи видно и вот здесь вот видите краешек этой панели тоже видно жалюзи для кондиционирования колориферов на четыре секции разделены правильно на маленьких номерах они были целиковыми а здесь уже на 4 секции кабель электротопления на 3 киловольта вот он какой имеется еще розетка для электротопления рукав тормозной рукав питательной магистрали также выполнена просто великолепно с концевыми кранами но интересно что он там даже по моему типа накидная гайка сымитирована который уже крепится к самой пролетной трубе здесь лягушки показано подножка на пути очистители сделано чтобы на нее сначала стоишь потом сюда вот сюда и вот так вот залазишь вот за это тоже держишься запор очень великолепно зеркала тоже сымитированы видите ребята путь очиститель путь очиститель на чехах довольно таки сложные с переменной высоты вот этих вот прорезей здесь тоже это все реализовано здесь вот такая выштамповка это лючок съемный и раньше как рассказывали старики-машинисты здесь лягушка было еще ну такое устройство чтобы если что электроус на рельсы поставить поручни на номерах средних и больших уже имели тоже сложную конфигурацию то есть не просто такая была прямая она вот в этом месте снизу она еще выдавалась вперед и видите как ребят из модеми его сделали вот тоже выдается вперед и здесь тоже вот такая имитация тут молодцы тоже сымитировали лючок для компрессора здесь вот у чехов стоит компрессор к 2 лог и как они предусмотрели что вы если необходимо например там компрессор один заменить люк мы снимаем и на каких-нибудь там салазках этот компрессор можно отсюда сбоку вынуть не разбирая целиком крышу все оборудование которые здесь еще находятся ну слушай здорово здорово если еще наклеить все декали на него необходимо это будет просто модель огонь рама металлическая а кузов пластиковый тележки ухты она даже и двигается смотрите ребят телега двигаются офигеть давайте плавно перейдем к тележкам телега на через 4d просто великолепно такие скорости столько десятков лет они работают и хоть бы что-то там ослабло ну и модель на модели здесь настолько детализации классно ребята дать посмотрим и так что мы имеем вот он балансир балансир здесь у нас две пружины букса гидродемпферы смотрите поводки из двух сторон авторегулятор смотрите который позволяет автоматически регулировать выход шток они здесь тоже сымитировали вот друзья смотрите как классно вот он балансир к балансиру соответственно крепится на этой стойке пружина а здесь имеется вот видишь такая . вот такая штучка здесь и здесь точки вот это авто штаферные масленки здесь здесь вот здесь еще одна масленка автоштаферная и стопорной планки и вот это все здесь имитировано так давайте снизу посмотрим кожуха зубчатой передачи тягу электродвигатели тележка как мы уже сказали на ответе может поворачиваться и колесные пары спецованные в реале на самом деле здесь имеется еще меж тележечная связь там водила такое здесь упругая муфта стоит когда электровоз из кривой выходе чтобы то тележки относительно друг друга встали ровно и у не просто сделали батареи аккумуляторную ящик понятно тут вот ребра жесткости а здесь видишь петли 5 штук петель и вот эти вот типа шпингалетиков которые крышку держат ящик и батареи их открываешь вот так вот на петлях она откидывается пункт батареи можно выдвинуть и от обслуживать покраска классная и что еще более важно покрашен практически в оригинал теперь пропорции электровоза все там эти геометрические размеры и так далее нет никаких искажений я не вижу ребята в геометрию сумели попасть безупречно сделано давайте подведем итоги какую оценку можно поставить этой прекрасной модели вот если бы можно было поставить 20 из 10 я бы поставил 20 из 10 великолепный подарок всем поклонникам железнодорожного моделизма и просто людям которые увлекаются железнодорожной историей спасибо им огромное за то что нету модель сумели выпустить поэтому как нам кажется можно прикупить еще один такой электровозик уже в подарок и вот друзья в качестве бонуса смотрите вот у нас есть такой вагончик вагончик самодельный сделан из картона на колени без всяких станков и тем более там каких нибудь 3d принтеров но зато внутри там имеется антураж тип он купе и видите все остальное и вагон также как эта модель от мотива в масштабе 1 к 87 их можно так вот прицепить друг дружки например и будет уже полноценный поезд пассажирский друзья товарищи спасибо огромное за то что досмотрели ролик до этого места спасибо модемию еще раз за то что выпустили такую шикарную модель оценивайте эту модель лайком или дизом и обязательно напишите свое мнение по этому электровозу и не забудьте проверить подписку на канал еще раз всем спасибо всем удачи и до новых видео